Мы работаем в выездной телевизионной студии на площадке Уфимского конгресс-холла. Сегодня здесь проходит общероссийский юридический форум. У нас в гостях премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Уфа вновь принимает юристов со всей России. В этом году дискуссия осложняется пандемией, коронавирус, различными соответствующими ограничениями со стороны Роспотребнадзора. Скажите, пожалуйста, получилась ли та цель, которая преследовалась, а именно собрать на одной площадке тех спикеров, которые бы высказали свою позицию, в том числе используя дистанционный формат работы? Ну, знаете, дело в том, что Башкортостан формирует определенные традиции, в том числе проведение юридического форума ежегодно на День юриста. Все об этом уже знают, не только в Башкортостане, но и за его пределами. И федеральное руководство Ассоциации юристов России, многие известные маститые юристы традиционно после проведения Дня юриста в Москве сразу же этим же днем вылетают в Уфу для празднования здесь мероприятия, для того, чтобы поучаствовать в дискуссии, которые обычно в Уфе на хорошем уровне подготавливаются. И этот год при всей сложности из-за пандемии коронавируса не стал исключением. Подготовлено большое мероприятие, которое будет проходить сегодня в течение всего дня. Это и пленарное заседание, которое, конечно, основная тема – это Конституция 2020, которая, в общем-то, эволюция публичной власти подразумевает вот в этой новой Конституции. И в этой связи уже создана рабочая группа под руководством Конституции Бориса Толкачева, представителя государственного собрания Краута Республики Башкортостан. Начнет работать, и, в общем-то, достаточно большие будут изменения. Поэтому об этом будет говориться на пленарном заседании. После перерыва будут несколько секционных заседаний по разным юридическим темам, интересные. Потом будет Legal Battle – это новое введение, которое мы сделали некоторое время назад. Всем понравилось. Это будет большое количество вопросов, и несколько команд будут соревноваться, кто лучше знает Конституцию и вообще законодательство. Ну, а традиционно вечером будут награждения лучших юристов Республики Башкортостан. Ну, и, конечно, отмечены будут эти юристы, которые приехали сюда. Надо сказать о том, что в этом году, конечно, это гибридный формат проведения мероприятия, только он позволяет нам, с одной стороны, не нарушая санпедагогических норм, провести большое масштабное мероприятие. Но при этом, конечно, без очной оффлайн-варианта, без какого-то вот такого очного общения, хотя и небольшого количества людей, без этого, конечно, мероприятие в полной мере провести не получается. Поэтому вот в несколько раз меньше будет в оффлайне здесь, на площадке Конгресс-холлу принимать участие в мероприятии. Но, в принципе, по охвату через онлайн возможности, конечно, это будут большие. И охвачено будет несколько десятков тысяч человек, которые узнают и поучаствуют, и послушают о тех выступлениях и дискуссиях, которые пройдут здесь в Конгресс-холле. Что является вообще целью и результатом такого ежегодного мероприятия, юридического форума Дня юриста? Ну, во-первых, конечно, это популяризация профессии юриста, что очень важно и нужно. Юристы, в общем, являются людьми, которые формируют законодательство и потом, в общем-то, занимаются правоприменением. Насколько качественно и профессионально это делается, тем, конечно, это и законодательство более совершенное, и правоприменение более четкое. Поэтому профессия юриста должна популяризироваться и, в общем, подниматься на определенный дополнительный уровень. Тогда и подготовка юристов, их квалификация, профессионализм будет еще более высоким. И это, конечно, пойдет на пользу как Республике Башкортостан, так и всей стране, ну и, можно сказать, даже всему миру. Ну и вторая цель, это, может быть, еще даже более важная, это, конечно, популяризация, понимание, изучение законодательства у населения. Несколько лет назад еще тогда деловая Россия начинала эту идею, потом ассоциацию юристов России поддержала. И теперь ежегодно правовой диктант проходит, и сейчас как раз он тоже продолжается. Любой желающий может проверить свои знания через участие в этом диктанте. Поэтому вот такая ликвидация правовой неграмотности населения является главной целью подобных мероприятий. Ну и мы, конечно, ставим это для себя во главу угла. Люди наши должны знать законы, понимать законы, использовать законы для достижения своих прав, для защиты своих прав, просто для участия в публичной жизни страны, республики или своего населенного пункта. Тем более, что новая конституция, которая будет в скором времени и на региональном уровне поправлена, в общем-то, это даст большие возможности для участия людей в публичной жизни, в жизни страны, республики. И мне кажется, это стоит того, чтобы это все знали, все понимали, об этом дискутировали, ну и, конечно, потом жили уже в рамках новых правил законодательства. Ну а конституция, естественно, это высший закон, по которому мы живем. Андрей Геннадьевич, вот вы рассказали о том, что достаточно насыщенная программа, так или иначе, все эти мероприятия будут посвящены тем изменениям, которые внесены в конституцию. Вот, казалось бы, большинство граждан России уже проголосовало за эти изменения, поддержало их, все наши органы власти также приняли эту конституцию, в том числе и президент. Почему эта дискуссия продолжается, почему необходимо говорить о том? Нет, ну мы на самом деле проголосовали за изменение конституции, но теперь идет ее изменение на самом деле. Поэтому, когда мы голосовали, мы просто дали свое согласие на то, что конституцию надо изменить и определили базовый принцип. Теперь идет точная настройка, ну, повторюсь, в частности, в Башкортостане будет изменяться законодательство, конституция, и вот эта рабочая группа, она как раз будет этим заниматься для того, чтобы все привести, во-первых, в соответствие с теми, принятыми на федеральном уровне изменениями в конституции. Вот, ну, например, в частности, конституционный суд будет упражнен, да, ну, региональный конституционный суд, только остается конституционный суд Российской Федерации. Ну, и другие вот такие изменения, по моей оценке, изменения в законодательстве, в конституции, которые произошли и происходят, они дают больше возможностей для участия гражданина, человека в жизнедеятельности страны. Вы обратили внимание на юридическую грамотность, на знание основного закона. В принципе, я предположу, что и до этих изменений очень многие граждане не знали просто тех статей, тех положений, которые были внесены в конституцию. Как сделать так, чтобы новая обновленная конституция стала более понятнее, ближе к людям, чем раньше? Ну, абсолютно право. Как раз вот и задача сегодняшнего, в том числе сегодняшнего дня, сегодняшних мероприятий, чтобы люди услышали о чем, какие изменения, для чего они, почему они, как можно опираться теперь на эти изменения, что это дает, какие двери открывает, какая широта горизонтов появляется. И здесь, ну, мне кажется, это вот очень важно. Интерес, конечно, к участию в этом мероприятии был огромный, потому что многих людей интересует. В первую очередь, конечно, юристов, но не только, хотя и юридическая армия юристов сегодня очень большая в России и в республике, поэтому, наверное, если бы всем дать возможность сегодня участвовать, это было бы сотни тысяч людей в России, десятки тысяч в республике. Но, повторюсь, режим онлайн это во многом позволяет, хотя, конечно, это не так, как вживую, да, энергетика немножко не та. Но, тем не менее, вот часть оффлайна, часть онлайна, в общем-то, смогут принять участие, потом поделятся, потом СМИ это растиражируют, и в итоге, ну, большая часть населения об этом узнает, заинтересуются и примерят на себя, и будут более активно вовлечены в публичную общественную жизнь региона, ну, и страны. Понимаете, тут еще важно, когда, почему-то вот этот формат онлайна, как гибридный формат, вернее, оффлайна остается, потому что приезжают очень статусные юристы, они своим примером, своим, вот, как бы, умением, своей харизмой, своими знаниями юридическими, конечно, существенно облегчают задачу донесения до людей, вот, тех изменений, которые происходят в основном в законе. В данном случае, вот, к нам приехали, ну, Сергей Михайлович Шахрай, да, это известный человек, который стоял у истоков современного российского государства и был одним из главных юристов Кремля в свое время. Вот, он редко куда ездит, он даже в Москве редко на каких мероприятиях, даже юридических бывает, в основном сейчас китайцы его приглашают с лекциями, но вот в Башкортостан он приехал второй раз, очень тепло к Башкортостану относится, и нам, конечно, полезно его услышать и вступить с ним в дискуссию по некоторым вопросам. Вот, Бабурин Сергей Николаевич приехал, который очень известный политик, юрист, доктор юридических наук, профессор, который давно не был в Башкортостане, но сейчас вот приехал и принимает активное участие, и сегодня вы будете свидетелями нашего отношения и вообще отношения юридического сообщества к его достижениям. Вот, ВСФ Валерьевич Гриб приехал тоже, который тоже является профессором, доктором юридических наук, вчера он получил премию юрист года во время церемонии в Москве, и сразу после церемонии вылетел к нам. Владимир Сергеевич Груздев, представитель правления Ассоциации юристов России, тоже вот традиционно прилетел сюда, чтобы принимать участие вот в нашем форуме. Вот, ну, еще несколько десятков вот такого уровня юристов принимают участие здесь, что, как говорится, вживую, в оффлайне. Вот, ну и еще многие, у кого не получилось из-за своих таких жестких графиков, например, Павлович Крашенинников, он не смог приехать сегодня, но он будет в онлайне проводить презентацию своей новой книги. Так он обычно здесь, он как бы вживую это делал, но, тем не менее, книги будут розданы, в общем, реальные. Вот, так что, ну, уверен, что это отношение к Башкортостану, это отношение к тем юридическим законодательным результатам, которые есть в нашем регионе, это, конечно, заставляет нас всегда быть на голову впереди. И Башкортостанское отделение Ассоциации юристов является лучшим отделением в Российской Федерации, это уже, в общем, пальму первенства мы продолжаем держать. Это и из-за охвата, и из-за количества местных отделений, это, конечно, и из-за результатов, которые выдает Башкортостанское отделение. Я уверен, что мы в состоянии удерживать здесь пальму лидерства, но самое главное, что мы будем продолжать популяризировать профессию юриста и доносить до наших граждан необходимость знания законов и возможности участия и в законодательной, и в правоприменительной жизни страны и нашего региона. Ну что ж, Андрей Евгеньевич, спасибо вам за интервью. Спасибо.